Компания Jaguar Land Rover проводит одно обновление за другим. Череда модернизаций дошла и до кроссовера Range Rover Velar. Правда, внешность корректировать не стали, посчитав, что дизайн до сих пор остается актуальным. А вот салон подвергся небольшим правкам. Здесь появились иные рычаг селектора и рулевое колесо. А в список оснащения отныне входит ключ-браслет второго поколения. Это значит, что основной ключ можно смело оставлять дома. Центральное место на передней панели занял изогнутый тачскрин медиасистемы диагональю 11,5 дюймов. Сама мультимедиа PV Pro стала совершеннее по всем пунктам, включая загрузку актуальных обновлений по воздуху. Втрое повышена яркость, усовершенствован интерфейс, а через Bluetooth можно подключать два телефона одновременно. В плане техники заявлены новые моторы. Но обсуждать европейскую гамму движков не имеет смысла, у нас всё будет иначе. В частности, хорошо знакомые нашей публике дизели D180 и D240, а также бензиновый P340 уходят на покой. Вместо них появятся дизельная четвёрка и шестёрка, плюс пара бензиновых агрегатов. Это двухлитровый двигатель и новейшая турбо-шестёрка, последняя с микрогибридным довеском и отдачей на уровне 400 сил. Главное инженерное достижение – гибридная установка мощностью свыше 400 сил – к нашим дилерам не приедет. Она построена вокруг двухлитровой бензиновой турбо-четвёрки. Литиево-ионная батарея вмещает 17 кВт-часов энергии. На чистом электричестве такой Вилар проедет около 50 км. В Европе продажи улучшенных рейндж-роверов только что стартовали. Наш импортер решил выдержать полугодовую паузу, прежде чем вывести новинку на российский рынок. У нас машины появятся в конце зимы или в начале следующей весны. Поэтому и с ценниками пока нет никакой определённости. Седан Hyundai Sonata ожидаемо заполучил оспортивленную версию N-Line. Правда, премьера новинки прошла по весьма странному сценарию. Публике раскрыли только дизайн, а вот публикацию технических характеристик отложили на конец октября. Впрочем, благодаря вездесущим шпионам мы точно знаем, что под капотом N-ке пропишется турбомотор мощностью под 300 сил. Под него, разумеется, пришлось оттачивать электронику, перенастраивать подвеску и усиливать тормоза. В салоне об особенной прыте этой Sonata напомнят спортивные кресла, красные прострочки и другие околоспортивные нюансы. Ну а снаружи на особый статус версии прозрачно намекнут фирменный обвес и гипертрофированная решётка радиатора.